Музыка 38 тысяч гектар сельхозугодий пострадали от проливных дождей и града за последние два месяца. По словам министра сельского хозяйства, в этом году финансирование противоградовых систем было увеличено на 20 тысяч леев. Однако, как сообщил чиновник, поскольку града выпало очень много, противоградовые ракеты уже закончились. Василий Бумаков заявил, что последствием ливневых дождей с градом стал урон в размере 290 миллионов леев. Ам ават целыми мультами ракеты в сток до сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Министр также подчеркнул, что была создана рабочая группа, которая проведет оценку уровня ущерба, нанесенного сельскохозяйственным культуром. Результаты будут представлены к концу этой недели. В то же время предполагается, что в следующем году государству придется расширить систему противоградовой защиты, чтобы не допустить повторений ситуации, сложившейся в этом году. В свою очередь, аграрии беспокоятся об урожае, который должны собрать в этом году. Проливные дожди последних двух месяцев препятствуют сбору пшеницы. Многие сельхозпроизводители предупреждают, что крайние сроки по сбору озимых уже остались далеко позади. А затягивание этого процесса может привести к потере урожая. Однако, министр уверен, что никаких проблем не будет. Он ожидает улучшения погодных условий. Нужно необходимо для того, чтобы распространение погодных условий. По прогнозам метеорологов, проливные дожди будут идти до вторника. В четверг и пятницу, 4 и 5 июля, местами пройдут кратковременные дожди. На протяжении этой недели, температуры воздуха будут повышены и не опустятся ниже 25 градусов Цельсия. Продолжение следует...